Обедаю я сегодня в отеле. Вот как они красиво накрывают тут на обед. Буду сидеть, потому что я с утра занялась изучением наших. Вот у меня очень хороший справочник русский. Рим от основания до наших дней. И Мишлен, это французский, очень хороший. Тут всё-всё-всё. До поездки это бесполезно, потому что ничего не понятно. А вот во время поездки я сейчас решила поизучать. И сегодня я чуть-чуть попозже поеду, зато точно буду знать куда. Ну, как хорошо. Я одна в пустом ресторане с потрясающим сервисом. Мне сейчас какое-то мясо жарят. Вот. И винишко какое-то мне капнули тут чуть-чуть. Вот. И вот сижу, изучаю. Потому что вчера бегала-бегала. Убегалась до того, что уже ноги просто отваливались. И мы ещё встретились с Катей. И Катя такая лапочка. Оказывается, она хотела со мной в кафе посидеть. А я-то боялась. Страшно, что надо будет ещё два часа бегать. А сейчас я всё намечу себе. Всё, что я хочу и не успела. Сегодня у нас Ватикан закрыт. Завтра Ватикан закрыт. Потому что праздник всех святых. Я этого не знала, но хорошо, что я спросила. Поэтому у нас сегодня будет вилла Боргезе. Может быть. А может быть и прогулка по открытому воздуху. Потому что ослепительное солнце. Куньки в хорошем отеле. Хорошая кухня. Смотрите, какое мясо. Ой. Ой-ой. На сё. Какой. Какой кусок. Ой-ой. Не подправляем. Нас? Нас и бун. Сосуфи. Спасибо. Сосуфи. Мякси. Ну вот. В тишине. В уюте. И вот такой огромный кусок мяса. Сейчас надо будет уговорить. О. Прям не мясо, а памятник Виктору Эммануэлю. Вообще. Это полкорога тут. Потрясающе. Нежное, нежное. Очень вкусное. Я приехала на такое место, которое до авеньона была резиденцией ПАП. Я так понимаю, что надо переходить. До 7. А вот это вот. Да. И выяснилось, что тут припоздная стена сохранилась. В общем, сейчас ближе подойдем. Посмотрим. Мне сейчас в пиццерии хозяин, когда я уходила, сказал Аривидерчи Белла Синьорина. Я, конечно, понимаю, что это грубая лесть. Но настроение он мне поднялся на любое самую педель. То есть за Синьорину, конечно, отдельное спасибо. Так, вот тут какие-то ворота. Тоже сейчас разберемся. Вот такая красота. Это золотая мозаика. Ну, Иисус там со своими апостолами. Несмотря на то, что я сегодня весь день читала путеводитель, я не знала, что это такое. То ли не было написано, то ли я не поняла. А вот там еще что-то открыто. Потом вдоль стены можно пройти. Ну, в общем, есть куда сходить. Странный вход. Ну, все, пошли смотреть, что это такое. Я помню, что-то связано с Микеланджело. Сейчас разберемся. А, это лестница. Лестница, по которой Иисус поднимался к Пилату. И которую привезла Елена, императрица, сюда из Иерусалима. И по ней можно подниматься только на коленях. Вон там все стоят на коленях. Это святыня. Христианская. Так, ну, к счастью, параллельная лестница. Слева она нормальная. По ней можно подниматься своими ногами. Потому что там народ вообще не поднимается, а стоит. И молится. Все-таки это бывшая папская резиденция. Потом ее перенесли в Виньон. А теперь она в Ватикане. Сейчас мне запретят снимать или еще что-нибудь такое. Так, это здание рядом. Судя по размерам гигантским. Ну, конечно, это базилик. Их четыре здесь, которые вот основные, в которые совершали паломничество верующие. И вот это одна из четырех. По-моему, базилика святого Джованни должна быть по логике. Как интересно. Она совершенно не похожа на то, что я видела тут того. Тут статуи огромные. Абсолютно открытое пространство. Вдоль, значит, вот эти... Тут не пределы, сейчас разберемся, но красиво очень. И посредине какой алтарь потрясающий. В общем, вы понимаете, да, что это мой приезд. Я посвятила тому, чтобы как можно больше быть на улице и заходить во все храмы. Ни магазинов, ни картинных галерей. Зачем вруми картинных галереи, если все великие художники расписывали храмы. Так, ну я без камеры погуляю сейчас. Естественно, под алтарем всегда кто-нибудь похоронен. В данном случае это папа Мартино Пятый. Всегда такие лестницы вместе. Кто-нибудь благословляющий. А наверху алтарь. Какой-то немыслимой красоты. И потолок замоченный. Вот эти вот гигантские статуи. Это святые апостолы. Прямо каждый на Зерсу похож. Это святой Петр. И так далее. Они все такие очень могучие. Грандиозное. Грандиозное совершенно сооружение. Сюда немножко на метро надо проехать. Там 10 минут. При остановке от термина. Вот. Вот это боковой предел. Вот такие грандиозные вообще христианские стройки, я бы сказала. А не только в Риме. Больше нигде. Потому что французские соборы, они другие. Они не расписаны. Они готические, как правило. И как правило с витражами. А тут вот просто простые окна. Зато росписи. Мармара. Позолоты. Роковые пределы. Совершенно потрясающе. Какое немыслимое великолепие. Вообще, конечно, то, что сделала Италия во имя религии и искусство. Это просто... Смотрите, какие шедевры. Какая красота. Вообще, какое сочетание цветов. Да нет, вообще тут никакие слова не передадут вообще вот это все. И тут все святые, как мне сейчас объяснил священник. Тут все апостолы и все святые в этом храме находятся. Очень сильная энергетика. Так вот в ночи светится эта базилика. Ребята, очень советую обязательно туда попасть. Это просто потрясающе. Всегда, когда написано базилика, надо идти в Риме. Потому что большего великолепия. Вот. Ну, а там город. Ночной Риме. Вот это то, что я очень люблю. Это крепостные стены. Средневековые. Хотя тут средневеково все, наоборот, в товарном виде. Не знаю, что это такое. Я еще сегодня вечером почитаю, по телодицам. Может, разберусь. Так уже темно. Но я попала в Санта-Мария-доль-Популо. На плаце-доль-Популо. Это гениальная совершенно церковь. Такая совсем другая. Почему церковь от базилики отличается размерами? Церковь, она более... Так вот, там свет включили. Церковь, она более камерная. Так, сейчас, сейчас, сейчас прибежали. Прибежали. Конечно, кто-то тут лежит. Здесь пап, наверное. Я сегодня читала путеводитель. Она забита шедеврами, эта церковь великих художников. Тут их больше, чем в Ловре. Ну, что-то, конечно. Мы не можем? Нет, нет флешек. Это камера видео. А, я не знаю, как это работает. Я не знаю, как это работает. Так, плаце-доль-Популо. Сколько сейчас у нас? Полвосьмого. Я просто осталась в этой церкви. Была служба. Я всю службу отбыла, потому что я чуть-чуть абсолютно все понимала, особенно проповедь. Вот, так что очень было здорово, потому что сегодня праздник все встретится. Это очень важно. Это то, что у нас называется родительский день в России. Или это православие. А у католиков это 1 ноября. Это очень-очень важно. Вот, короче, туда пойду, пройдусь. Красота. А в двух шагах еще одна церковь. Ну, там 2 было закрытое, а вообще не заходило. Ну, такая просторная очень. Господи, скушу я уже пересмотрела здесь храмовый за эти 3 дня. Это же просто страшно себе представить. Батюшка пошел посмотреть на меня неодобрительно. Какая-то... Тут вот почему-то мать Тереза, наверное, какое-то отношение имеет. Что за орден? Тут же еще разные ордена. Тут же не все так... Однозначно так все хватит. Больше не буду снимать.